Я долго тестировал Huawei P20 Pro и в результате решил себе купить Huawei, тоже флагманский, но просто P20, потому что для меня P20 вполне достаточно для моей работы. И вот вчера ко мне пришел этот телефон, наконец-то, доехал до меня. Это флагман, тут золотая надпись. И мы сейчас посмотрим, что находится в упаковке. Этот телефон имеет память всего 64, потому что мне 64, как я думаю, для моей работы вполне хватит тоже. Но зато это делает его дешевле и не таким дорогим, как Huawei P20 Pro. И вот сейчас мы посмотрим, что у него в коробке. О! Сверху лежит сам телефон. Вот он какой красивый. В таком модном переливчатом синем цвете. Точно таком же, как у Huawei P20 Pro. Тут стоит двойная камера Leica, которая делает очень хорошие картинки. Картинки вы можете посмотреть на моей странице в Facebook. Я сразу специально выкладывал эти фото в большом разрешении. Тут вот специально лежит такая бумажка. Можно зайти, отсканировать QR-код и зайти на сайт поддержки Huawei. Смотрим, что здесь еще есть. Вот это вот у нас что интересно. Это у нас инструкция. Ого, какая толстая. Вон. Сейчас проверим, кстати, сразу, есть ли тут инструкция на русском языке. Да, и даже на украинском. Короткий пассивник. Инструкция есть. Так что вы не забудитесь. Это гарантийный талон. О, и тут в комплекте есть даже чехольчик. Это очень здорово, потому что корпус Huawei P20 и Huawei P20 Pro, он скользкий. А экран настолько скользкий, что этот телефон буквально сам сползает, если его положить на наклонной плоскости. А чехольчик простенький, но зато он поможет уберечь ваш телефон. Еще в комплекте есть зарядное устройство. Естественно, потому что как вы иначе будете пользоваться телефоном. Вот зарядное устройство, провод к нему. И еще в комплекте у нас есть наушники. Какое у них качество, я не знаю. Потому что когда я тестировал Huawei P20 Pro, я наушниками не пользовался. Но это мы проверим и узнаем. Должен обратить внимание, что наушники вот с таким вот разъемом. Поэтому наушники обычные сюда не подойдут. Нужны только наушники вот с таким разъемом. И что мне кажется не очень удобно, и это можно отнести к недостаткам Huawei P20 и Huawei P20 Pro. Что у этого смартфона только один разъем. Значит, когда вы будете заряжать телефон, вы не сможете слушать музыку. Или наоборот. Когда вы будете слушать музыку, вы не сможете заряжать телефон. Правда, для тех, у кого уже есть наушники, тут есть специальный переходник для других наушников. Если у вас есть хорошие наушники, вы можете воткнуть в телефон вот такой вот переходник. И пользоваться обычными наушниками с разъемом 3 и 5. Больше тут в комплекте ничего нет. Кстати, почему-то здесь нет специальной булавки для того, чтобы вынимать и вставлять сим-карту. Я ее, в всяком случае, с первого раза не нашел. Хотя нет, вот она. Вот есть специальная булавка для того, чтобы вынимать и вставлять сим-карту. Все есть. Итак, в комплект Huawei P20 входит полная инструкция, булавка, переходник для наушников. Сами наушники, причем наушники с пультом управления. То есть, это гарнитура фактически. Это не просто наушники, чтобы слушать музыку. И комплект для зарядки телефона. Плюс чехол. Вот такой Huawei P20. Как он будет работать, я вам еще расскажу.